Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как существенно отличается душа от предметов материальных по отношению к пространству, так точно она отлична от них и по отношению к другой форме ограниченного бытия Времени Девушки отдыхают 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 Но возможно ли было бы это явление, если бы душа наша не была началом самостоятельным и отличным от тела, в частности от мозга? Человека мы признаем существом не только разумным, но и свободным. Но свобода, как способность начинать и прекращать ряды известных действий самостоятельно и независимо от внешних причин, не может быть свойством материальных предметов. Изменения или движения вещественных предметов всегда происходят от действий на них каких-либо других предметов. Совершенного иного рода свойства мы замечаем в нашей душе. При каждом действии нашем мы сознаем, что можно сделать это и не сделать. Сделать так и иначе. Мы можем действовать не только без всяких принудительных внешних влияний и побуждений, но даже вопреки им, действуя единственное из своего внутреннего начала, как последнего основания своих действий. Мы можем, например, переносить голод, преодолевать сон, усталость, вопреки требованиям организма и прочее. Такая способность души производит различного рода действия без всяких внешних побуждений. Способность ничего подобного, которой мы не замечаем в предметах материальных, служит ясным доказательством невещественности нашей души. Естественное доказательство невещественности души по изложению святого Максима Исповедника. В глубокой древности еще были лица, возмущавшие покой христиан распространением ложного учения о телесности души. Архипастер Кизический, поборовшись с ними сам на основании Слова Божьего и Отечественных Писаний, обратился к святому Максиму Исповеднику с просьбой собрать для него естественные доказательства невещественности души, не касаясь святых писаний и святых отцов. Святой Максим отвечал, кто это такие, которые утверждают, будто ни одной твари нет невещественной и бестелесной? И такие ничтожные выдумки и мечты противопоставляют они высказанным вами непреложным истинам. Тело само по себе недвижимо. Если душа тела, хотя бы то наитончайшее, как говорят, то и она, поскольку тело, будет недвижимо. Если же так, то откуда у нас движение? Если от чего другого, а то другое тоже тело, то опять вопрос, откуда у того движение? И это цепь вопросов в бесконечность, пока не дойдем до тварей невещественной. Если скажут, что нас движет Бог, то должны будут признать Божество причиной и тех неуместных и срамных движений, которых у нас, как известно, очень много. Всякое телесное существо определяется по количеству и качеству, массой, видами, вещества, формой и цветом. Определение этих сторон полагает конец исследованию. Теперь, если душа тела, то и она таким же образом должна быть определяема, что нелепо. Следовательно, она не тело. Если они, спорщики, не сомневаются, что душа существует, ум же, признавая ее существующую, не может приписывать ей качеств, коими определяется всякое тело. Ни цвета, ни формы, ни плотности, ни тяжести, ни массы, ни протяжения по трем измерениям. Словом, никаких свойств, под коими обыкновенно представляется тело, то душа. Не имея ничего такого и не будучи чем-либо из таковых, должна быть не тело, не вещественно, если существует. Если всякое сложение, разложение и рассечение уместно только в телах, а то, что свободно от всякого сложения, разложения и рассечения, необходимо должно быть признано не телом, то душа не тело, так как она не причастна ничему такому. Если все телесное бывает или одушевленное, или неодушевленное, то и душа, если она тело, будет одушевленное или неодушевленное существо. Если она существо одушевленное, то, конечно, одушевляться она будет чем-нибудь одушевляющим, или существом каким, или силой, или принадлежностью. Ну и вообще говорить, что душа одушевляется, как и говорить, свет освещается или огонь согревается, очень смешно. Если далее признаем, что душу одушевляет какое-либо существо, то должны будем назвать его опять или телом, или не телом. Если назовем телом, то опять вопрос, что его одушевляет? И должны будем тянуть таким образом без конца это неуместнейшее окружение совопросничества, пока не признаем душу существом нетелесным. Если же скажем, что душу одушевляет какая-либо сила и способность ее, или какое качество и принадлежность, то в таком случае животворителем и движителем самостоятельного существа будет у нас то, что само не есть существо самостоятельное. При этом не извратится порядок, по которому одно господствует, а другое подчиняется. Душа наша создана быть госпожой тела по естеству, как существо нетелесное. Но если она тело, по мнению этих, то будет состоять под господством того, что есть не в качестве существа самостоятельного, а в качестве силы и принадлежности. А между тем она по общему суду и признанию самостоятельное и самодеятельное существо. Если скажем, что она есть тело неодушевленное, то она должна быть без чувств, без воображения, без ума и рассудка. Но все это в душе есть и сознается, и так душа не тело. Что она имеет это тело, разносущное с ним, признать не отказываемся, зная, что это так есть. Но признать смелое и невежественное положение, что она сама тело, не согласны. Зная, что есть большое различие между иметь тело и быть телом. Если они не соглашаются признать душу нетелесной из-за опасения, чтобы не возвысить ее до равенства с Богом, которого исповедует нетелесным, боясь таким образом страха, где нет страха, то пусть уж, чтобы эта война их неразумия явилась в совершенстве, а отнимут у нас и все прочее, что присвояется нам, как удостойным быть причастниками божеских благ, и что обратно по заключению от нас приписывается Богу как Творцу и Дарователю. Что же именно? Бытие, жизнь, свет, сознание, благолюбие, мысль, ведение. Ибо как мы именуемся существующими, живущими, светлыми, себя сознающими, благими, мыслящими, разумными, так равно и Бога именуем сущим, живым, светом, благом, умом, разумом. Ради того, что мы от Бога, как причины, таковы и есть, и так именуемся, и Богу приписываем тоже, заимствуя имена от наших совершенств, кое в нас от Него суть. Какой же у них, спорщиков, смысл, если душа при многом другом такова есть и так именуется, как Бог? И если не телесная она, никак быть не может, потому что таков Бог. Надлежало бы уж посему или нам не именоваться ни одним из показанных прежде имен, потому что таков Бог. Или Бога не именовать таковым, потому что мы таковы. Но ведь мы таковы и так именуемся не как равные Богу, но как действия по причине, как причастники благ подарвателю. Как получившее бытие по источнику его, не уравнительно или соименно, как свойственно единосущным, но подобоименно, или так сказать, по участию только в имени. Тогда как действительность одна от друга отстоит на бесконечное расстояние. Ибо Бог приестественен и бесконечно выше всякого естества и всякой действительности. Да как же по мнению их, если то есть уступить им, что душа тела, сохранится наше преимущество быть по образу Божьей, когда допустим, что душа не во всем подобна первообразу. Как образ мысленного мы называем ее мысленную. А как образ бессмертного, нетленного и невидимого мы в ней признаем эти качества. Таким же образом ничто не препятствует признать ее как образ нетелесного и нетелесною, то есть чуждого всякой вещественности, всякого пространственного протяжения и измерения. Хотя в то же время она будет признаваема совершенно отличной от него. Ибо иначе тут было бы неподобие, а ничем не различаемое тождество. В таких чертах созерцается первообраз в несозданном, неизменяемом и безначальном естестве. В таких же этварное разумное естество представляется действительно являющимся, но никак не тождественно. Не в такой же степени и силе, а так, как последний, почти исчезающий от звука эха, все еще показывает след слова. И как отстроенного сочетания того, что есть и бывает во вселенной, любомудрый ум, возносясь по мышлениям своим к чистому и невещественному, различая движущего от движимого, и понимая его единым, простым, из себя сущим, всегда себе равным, и творцом всяческих, при неизменности своего тождества, признает неприступным для него всего прочего, но вместе все содержащим, все устрояющим и все прежде бытия ведущим по беспредельности силы своей, так и через разнообразные и стройные движения частей и членов малого мира, разумеют человека, проникая к причине, приводящей в нас все механизмы к движению, познает другое нечто, по естеству отличное от этого органического строя тела, и созерцает его не как тело в теле, как кажется новым нашим мудрецам и бездоказательным догматистам, но простым и нераздельно единичным, неопределяемым формой и пределами облежащего его тела. Вот мудрое философствование святого Максима. Не очевидно ли, как оно во всех пунктах и с какой силой опровергает новое учение и наших догматистов? Смотрел епископа Феофана «Душа и ангел». Несколько естественно научных фактов и соображений, доказывающих, как существование в человеке нематериальной духовно-бессмертной души, так и то, что она, а не мозг, есть носитель психической, духовной жизни человека. Сопоставим между собой следующие факты из телесной и духовной жизни человека. Жизнь человеческого тела характеризуется постоянным обменом его составных частей, выделением старых и притоком новых, так что приблизительно в течение семи лет весь организм человека обновляется. Быстрее всего это обновление совершается в крови, но во всяком случае весьма быстро оно должно совершаться и в мозгу, как в деятельном центре, регулирующем, приводящем в порядок все функции отправления деятельности организма. Так что в течение семи лет мозг обновится несколько раз. Но в таком случае мозг не может быть носителем психических функций человека. Психическое развитие человека основывается на памяти, то есть на сохранении в нем прежде воспринятых впечатлений и их воспроизведений в уме. Как же согласить этот последний факт с многократным обновлением массы мозга? Совершается ли это обновление таким образом, что новообразующиеся частицы мозговой материи исполняют психические функции заменяемых ими мозговых частиц? Но это возможно лишь в том случае, если новообразовавшаяся часть мозга подлежит тем условиям, при которых обновленная часть прежде воплотила в себе свою психическую функцию. А в большинстве случаев эти условия или не бывают теми же самыми, потому что впечатления внешних чувств, из которых слагается масса наших знаний, изменчивы или совсем не повторяются. Так что если бы мозг был носителем психической жизни человека, обновление его состава должно было бы вести за собой исчезновение с памяти всего прежде воспринятого. Но на самом деле этого не случается. Довольно указать на тот факт, что часто впечатления, воспринятые еще в детстве, и притом однажды, сохраняются в памяти до старости. Но может быть мы бессознательно множество раз вызываем в памяти полученные впечатления, почему последние успевают приурочиться в новообразующихся частицах мозга. Во многих случаях это допустимо, но ведь бывают и такие случаи, что раз воспринятые когда-то и по-видимому забытые через несколько времени, даже через десятки лет, неожиданно по какому-либо случайному поводу оживает в памяти, в которой, следовательно, оно бессознательно до то ли хранилось, между тем, как состав мозга за это время, может быть, обновился уже несколько раз. Подобное явление, немыслимое с материалистической, объяснимо с дуалистической точки зрения, признающее в человеке наряду с материальным, подверженным изменениям еще особое устойчивое психическое тело, начало. Начало совершенно самостоятельное, независимое от начала материального. Если бы мозг был носителем психической жизни человека, то рост его увеличивался бы в точном соответствии с психическим развитием человека. Но в действительности такого соответствия не существует. Быстрее всего мозг растет в первые три года жизни младенца. Между тем, психическое развитие последнее в это время бывает сравнительно очень незначительно. Затем рост мозга постепенно ослабляется, психическое же развитие человека усиливается, и, наконец, рост мозга совсем прекращается. А духовное развитие человека прогрессируется, совершенствуется без конца. Сделанные доселе измерения массы черепов, относящихся к настоящему и давно минувшему времени, показали, что емкость черепа в общем остается теперь такой же, какой она была назад тому тысячи лет. А между тем, человечество в своем интеллектуальном, умственном развитии с того времени далеко ушло вперед. Если у папуасов дикого племени объем черепа оказывается несколько меньшим, то едва ли это обстоятельство может много значить ввиду того факта, что объем черепа в значительной степени варьируется, разнообразится даже среди интеллектуальных наций, что многие выдающиеся представители их имели относительно небольшие черепа, следовательно, и сравнительно небольших размеров мозг, например, Фридрих Великий, Лессинг, Ньютон и другие. Если бы мозг служил носителем психической жизни человека, то вся масса психических актов действий приурочивалась бы к его составным элементам. И действительно, ученые с большей или меньшей вероятностью пытаются указать для разных психических способностей человека, места в тех или других частях мозгового вещества. Пусть так, и пусть все частицы мозга с представляемыми ими психическими актами находились бы в связи между собой посредством бесчисленного множества соединительных нервных волокон, которые делали бы возможным их взаимодействие. Но где же искать распорядителя над этой массой мозговых частиц сосредоточенными в них психическими актами? А такой распорядитель есть. И он свободно распоряжается здесь. Пожелание вводит в область сознания те или другие психические акты, комбинирует, видоизменяет их и делает новые выводы. Этот распорядитель правда управляет мозгом как орудием, но чтобы сам он был в то же время материальной природой и пребывал где-нибудь в мозгу, этого никак нельзя себе представить. Считая мозг производителем психической жизни, необходимо будет признать, что психические расстройства имеют причину в расстройстве мозга, и наоборот, что болезни мозга непременно ведут за собой психическое расстройство и наконец, что с разрушением мозга должна прекратиться психическая деятельность. Но действительность не оправдывает этих выводов. из массы 3084 пациентов больных одного заведения для душевно больных только у двух оказались уклонения в устройстве черепа. У всех же остальных черепа были совершенно нормальны. Следовательно, нужно заключить, был нормален и мозг, ибо форма черепа, как известно, определяется устройством мозга. Анатомическое исследование черепов многих умалишенных не обнаружило никаких ненормальностей в мозгу. Расстройства могут происходить от поранения вследствие удаления части мозгового вещества или давления на него проникших в полость черепа внешних тел или гнойных новообразований в мозговом веществе. Физиологи Нейман, Флуранс, Кабанис нашли, что значительные внешние части мозга, обыкновенно при проломах головы, сами собой выступавшие наружу, могут быть удалены без вреда, да, для нормальной умственной деятельности человека. Фолькман, Ванс Виттен, Галлер, Причард, Сомеринг и другие ученые рассказывают нам немало случаев поранения мозга револьверными пулями, которые иногда даже заседали в мозговом веществе, причем по удалению значительных пораженных шестей последнего больные выздоравливали без всяких последствий для их психической жизни, а некоторые даже после становились умственно развитие. Доктор Брунс в своей хирургии рассказывает о многих случаях, когда пули по нескольку лет оставались в мозгу без малейших последствий для умственной деятельности. Доктор Фридрих сообщает о случаях опухолей величиной с орех в малом мозгу без всякого расстройства умственной деятельности больного. Фортман говорит, затвердение размягчения в мозгу явление очень распространенное и ничем не отражается в духовной жизни индивидуума. Анатомы НАССА, Андраль, Дюран, Фордель единогласно утверждают, что мозговые расстройства редко сопровождаются психическим заболеванием. Фридрих, Крувелли, Магенди, Фехнер приводят много случаев частичного и даже полного разрушения одного мозгового полушария без всякого вреда для нормальной психической жизни человека. Если в последнем случае можем предположить, что функции разрушенного полушария продолжают выполнять оставшиеся здоровые полушария мозга, то что сказать о многих других случаях, сообщаемых Фридрихом Циммерманом Бурдахом Шредером Эннем Мазером Бенеке и Гуфландом в случаях, в которых при вскрытии весь мозг оказывался совершенно разрушенным, и однако больные до самой смерти сохраняли ясное сознание. Не следует ли ввиду подобных фактов отказаться от взгляда на мозг как на носителя психической жизни, а видеть в нем лишь орудие, базис, основание для деятельности другой, не подлежащей материальному разрушению силы, которая может пользоваться этим орудием, даже когда оно части или всецело делается негодным. О происхождении душ человеческих как доказательстве духовности их природы. Первых людей Бог создал непосредственно, а всех потомков их творит посредственно, силой своего благословения. всегда действительного. О происхождении душ человеческих от Бога говорят Екклесиаст, и возвратится персть в землю, откуда взята дух, возвратится к Богу, который дал его. 12.7. Пророк Исаия Так говорит Господь Бог сотворивший небо и водрузивший его, утверждающий земли и что на ней, дающий дыхание людям, которые на ней, и дух входящим на ней. 42.5. Пророк Захария говорит Господь простерший небо и основание земли и созидающий дух человека в нем. 12.1. На основании этого соображения и мест священного Писания Святая Церковь признает ту мысль, что души человеческие, как и сами люди, творятся Богом через посредство родителей. Совершенно для нас неизъяснимо. Православное исповедание часть 1. Ответ на 28 вопрос. Церковь последуя божественным словам утверждает, что душа творится вместе с телом, а не так, чтобы одна творилась прежде, а другое после. Несмотря на это, касательно происхождения души в каждом человеке существовало три мнения. Одни Платон, Ориген, Синези и немногие другие допускали предсуществование душ, то есть говорили, что души человеческие все существовали еще прежде этого мира и уже готовые посылаются в тела для покаяния в грехах своих. Другие же Аристотель, Иларий, Феодорит, Кирилл Александрийский, Иероним думали, что души вновь творятся Богом по мере появления на свет людей. Третий, Тартулиан, Григорий Низкий, Макарий Великий и другие, утверждали, что обе субстанции душа и тело вместе и зачинаются и совершенствуются. Первое мнение о предсуществовании душ нельзя принять даже за вероятное, потому что душа ничего не помнит из прежней жизни своей, а следовательно не может и раскаиваясь о тех грехах, которых не знает. Священное Писание ясно говорит, что грех вошел в мир человеческий вместе с преступлением Адамовым. И если же невинные души посылаются в тела, то как они делаются виновными и за что страдают в испорченном теле? Поэтому мнение это, как не основанное на Святом Писании и несообразное здравым смыслом, было названо нелепым и не церковным Григорий Богослов, баснословным Григорий Низкий Феодорит, еретическим Августин. Торжественно осуждено на Константинопольском соборе в 541 году. Второго мнения, мнение о новом творении душ, также нельзя принять, потому что им не объясняется переход наследственной порчи от Адама на его потомков. И при нем вся вина наследственного бедствия людей, значит, возлагается на Творца. Это мнение не может быть примирено с покоем Творца, закончившим всякое новое создание, и при нем непонятно будет, как во человечине Сына Божия не было принятием одного только тела. Места священного Писания, указываемые в подтверждение этого мнения, не заключают в себе мысли о новом творении душ. Эккесиаст 12.7 Можно понимать так, что он говорит вообще о происхождении душ от Бога, Творца всего. Апостол Павел Евреям 1.4 говорит о существовании избранных только в вечном ведении Божием. Иеремия 1.5 Иов 1.21 Мыси Бытие 25.22 Лука 1.41 показывает только то, что душа жива бывает и в очреве матери. Третьим мнением о рождении души вместе с образованием телесного организма самым лучшим образом объясняется переход порчи Адамовой к потомкам. Сходство детей с родителями даже по душевным качествам. Им подкрепляется мысль об общем начале людей. В пользу ее говорят многие изречения Писания. Спаситель говорит рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Плоть весь человек, дух духовная жизнь. Апостол утверждает, что Бог сотворил есть от единой крови весь род человеческий. Деяния 17-26, Бытие 1-22-28-5-3, Матфея 1-1-16, Евреям 7-5-10. При этом мнении Бог все-таки остается виновником нашей души. Ир 10-10-12-10, Псалом 32-6-15, Захаре 12-1-1, Деяния 17-25. По первоначальному благословению на чадо рождение Бытие 1-28. По-видимому, этим мнением оскорбляется духовность души, но если пребыванием души в теле не оскорбляется ее духовность, то столько же мало оскорбляется та же духовность образованием души в очреве матери. Итак, в силу творческого благословения человек происходит от человека не только как живое от живого, но и как разумное от разумного, духовно-телесное от духовно-телесного. То есть каждый человек по душе и по телу происходит от своих родителей. Это мнение принято православной церковью. Что же касается указанных других мнений, которых держались некоторые отцы и учители церкви, то они мнения частные и ни сами виновники их, другие никогда не придавали им значения догмата или положения церковного. Иустин. Иустин.